Вчера домашние и сытые, сегодня уже голодные и никому не нужные. Безнадзорные животные – одна из главных нерешенных проблем современного общества. И пока одни города безуспешно борются с большой численностью бездомных животных, другие нашли и применили на практике эффективный гуманный метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. По стопам Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили пойти чувашские активисты фонда «Живая планета». Частая пациентка ветклиники – кошка Вита. уже давно приспособилась жить без двух задних лап. Ласковая, молчаливая, доверчивая мама троих котят когда-то оказалась не в том месте, не в то время, как и многие выброшенные на произвол судьбы животные. Этот пациент поступил к нам 4 года назад. У него были травмы, конечностей, были отрублены задние части, торчали кости. Мы провели операцию. Это дало возможность формироваться костной мозоли и дать возможность двигаться в дальнейшем. В нашей клинике очень часто бывают пациенты, которые попадают с улицы, чаще всего это из благотворительных фондов, с которыми мы сотрудничаем. Они всегда болеют. Больше чаще всего. Очень часто у них есть патологии, связанные с истощением, с инфекциями. У кошки Вита счастливая история. Она попала в добрые руки. Но это лишь капля в море. На практике трагических судьб гораздо больше. И основная их причина – беспечность людей. За 7 лет одна кошка и все ее потомство может принести 420 тысяч котят. Мы предлагаем всем задуматься не только о пристройстве потомства от домашних животных, но и о том, что за этим последует. Мы предлагаем льготную стилизацию. Плюс подарок к этой стилизации. Человек приносит свое животное, стилизует и получает сертификат на бесплатное годовое обслуживание в ветклинике «Неотложка». В Чебоксарах отстрел безнадзорных животных запрещен. Для собак предусмотрен пункт временного содержания. Окошки находятся на передержке у волонтеров. Но это не решает основную проблему. Нужны кардинальные изменения, уверен руководитель фонда «Живая планета». Изначально пункт передержки строился для умерщвления животных. И он был рассчитан на содержание 46 собак. Сейчас, на сегодняшний день, в пункте передержки 270. Они сидят в тесных вольерах по 4-5 особей. Люди, которые работают в этом пункте передержки, они работают просто в невыносимых условиях. Необходим комплексный подход к решению этой проблемы. Фонд «Живая планета» за счет собственных средств и помощи неравнодушных граждан планирует строительство приюта для кошек и собак на 500 мест в 20 километрах от города. Это позволит разгрузить существующий пункт передержки, предупредить распространение инфекции и сократить количество беспризорных животных благодаря стерилизации. Комплекс будет включать в себя санитарную зону, карантинную зону, в которую будут поступать животные. В течение определенного времени они будут проходить карантин, будут обработаны, будут проведены соответствующие ветеринарные мероприятия. И после заключения ветеринарного врача в состоянии здоровья животное будет стерилизовано, вакцинировано, выборочно выпущено на прежние места обитания. И далее передано непосредственно сам приют. Активисты фонда планируют продвигать проект всеми возможными способами. Подавать заявки на гранты и обращаться в администрацию города, к общественным организациям и жителям республики. Только строительство приюта проблемы безнадзорных животных не решит. Здесь важна работа с населением. Татьяна Филатова, Валерий Резюков, Республика.